всем привет привет рада вас видеть сегодня на своем канале сегодня такой очень интересный день скорее всего у меня такое впервые даже не день а момент когда я записываю расклад вообще по по плану у меня был расклад который назывался жизнь потеряла всякий смысл как быть я пробовала записать этот расклад 1 5 и все у меня никак не выходило не выходило во первых потому что я не видела а во вторых потому что у меня позиция выходила в позитивном ключе то есть я не видела человека который утратил смысл и вот такое что карты не хотели показать ответ на на вопрос при этом было такое ощущение что энергия она какая-то неприятная такая грузная у меня начала кружиться голова у меня начало такое чувство когда но не не работает вестибулярный аппарат до начинает и допустим человек с проблемами да с вестибулярным аппаратом допустим идет куда-нибудь на качели до кататься либо кружиться вот он потом вот как в дымке такой да не может найти стабильную позицию как-то устоять вот голова кружится с такой вот у меня такое состояние было это было такое знаете как наплыв очень удивительное на что я поняла что расклад и это делать не буду вот а поскольку все мои расклады они уже тематика прописана до мая месяца что и как я буду делать какой день я не стала уже переносить темы решила сегодня сделать расклад в потоке он не будет большим да я хочу его сделать маленьким просто потому что ну не зашла мне вот эта вот тема потери смысла возможно кому-то она и интересно но мне не зашла поэтому ну давайте посмотрим поток да может быть потоки я смогу посмотреть до увидеть что и как и так позиция номер один причем найти это почитаю поток пока у меня вот здесь в две карты две колода лежит до чака специально там успеха жизни как так и называется я посмотрю в потоке какие сценарии какие сценарии вы прорабатывать то есть какие негативные моменты вы проработали никакие прорабатываете а какие вы уже проработали потом посмотрим что нам еще один на поток скажет вот еще три аркана и мы посмотрим что что вы проработали что завершилась уже вашей жизни так карта бунта карта ненависти борьба за власть вот бунт и как раз таки борьба за власть знаете здесь такое ощущение что вы проработали какой-то негативный аспект связанные с как-то не любовью к себе да хочется сказать вот какая-то ненависть да только это вот ненависть она по отношению к себе то есть когда человек что-то не принимает какие-то части себя не принимает том числе не принимает каким-то образом родителей внутри себя то есть есть какие-то части которые внутри вас которые отображают характер ваших родителей здесь такое ощущение что человек как будто вы знаете отказывался что ли отказывался от семьи отказывался и говорил о том что он нет я не похож на своих родителей там на папу на маму еще что-то у меня будет другая жизнь то здесь была какая-то борьба бесконечная борьба отказа да и вот весь период когда человек как будто бы не принимал не принимал в себе что он не принимал что вы тут не поднимали еще да вот здесь был какой-то бунт такое чувство что знаете не то чтобы обиженный человек а вот какой-то отрицание идет отрицание что вы тут в себе не принимали что вы в себе не принимали бедность аркан бедности бедность знаете у кого-то это может быть физическом плане бедность до что ну недостаток финансов до возможно какие-то трудности финансового порядка но они все-таки являлись как будто бы знаете следствием какой-то психологической бедности до когда человек не чувствует себя полноценно вот то что вот я говорила да что-то не хватает здесь вот этого чувства неполноценности когда мне что-то не хватает я начинаю предъявлять какие-то претензии другим людям но на самом деле здесь как будто бы скрывалась вот это вот неудовлетворение собой здесь было очень много агрессии как по отношению к другим людям так и по отношению к себе и вот это вот неприязнь себя борьба до претензии она очень ярко выражалась во взаимоотношениях с партнерами либо вообще с людьми борьба за благо желание показать другому что свое какое-то превосходство да что я лучше но на самом деле вот так все претензии которые предъявлялись другому человеку на самом деле они указывали как раз таки на дефицит этих качеств внутри вас и здесь была такая очень очень долгое время неудовлетворение неудовлетворение но это то что вы проработали попробую на таро уточнить что вам понятнее было мне то здесь понятно здесь такая картинка когда я борюсь здесь возможно невозможность выстраивания каких-то отношений либо ну вот отношения даже если они были с нормальным человеком они все равно вас как-то не удовлетворяли вы находили за что предъявлять какие-то претензии другому человеку знаете здесь как будто бы самая лучшая защита это нападение вот здесь как будто бы так идет до чтобы человек вам не предъявлял каких-то претензий чтобы не чувствовали вину вы здесь как-то нападали не то чтобы оправдывались но нападали здесь есть присутствует какое-то чувство стыда что вот я недостаточно хорошая недостаточно может быть финансово богатый здесь вот есть как какой-то стыд за то что я не дотягиваю до какого-то своего идеала и вся энергия она была сконцентрирована вот на на этом недостатке и поэтому поскольку не было вот мира внутри себя да потому что не было целостности вы очень много ну вот как-то бунтовали что ли так что здесь хочу нам говорит бедность король да вы как будто бы знаете вот это вот бедность она выражалась через то что вы закрывались от своего будущего и тем самым сами себе разбивали сердце от какого именно будущего вы закрывались вообще от того чтобы двигаться вперед двигаться двигаться вперед к своей любви здесь возможно были такие установки на то что я я не могу найти человека который бы меня понимал я никогда не найду человека который бы меня любил я никогда не найду себе пары либо мужчин которых либо партнеров да если вы мужчина женщина выбираете себе которые как будто бы тоже в кавычках ущербный да потому что слово ущербное не нехорошее ну то есть человек который находится в каком-то дефиците энергетическом то есть вы выбирали себе таких же не не полноценных людей для чего для того чтобы вот как-то на их фоне самоутверждаться в плане того чтобы не чувствовать вот эту вот свою собственную ущербность и вы выбирали как будто бы осознанно людей которые по вашему понятию на ступеньку стояли ниже вас и вот на этом фоне нас как мы всегда говорим да всегда есть что-то худшее худшие нашей ситуации худший нашего вида и так далее и так далее то есть когда мы сравниваем себя с кем-то как-то ниже нас до возвышаемся то есть мы возвышаемся за счет других людей почему потому что сами в себе не можем это принять как-то здесь как будто бы не было исцеления и поскольку здесь выпадает король копков я могу предположить что вот не было исцеления любви то есть не было вот это вот наполненности не было цвет целостности поэтому здесь вот было ощущение некой такой бедности что вы сами были бедны не знаю эмоционально духовно вот и здесь получается так что вот вы себе как будто бы не пару выбирали не не ровню себе выбирали и все время что-то старались как-то доказать этому человеку да через силу через какой-то я не знаю какое-то сопротивление какое-то противостояние здесь так знаете возможно есть вот этот сценарий да далеко близко холодно горячо то есть вот какие-то такие моменты во взаимоотношениях были здесь именно отношения мне показывают и это проработалось что что здесь как как каким хочется сказать каким макаром да здесь это проработалось каким макаром здесь это проработать что что произошло вы проработали эту вот эту свою бедность сила шамана а вы как будто бы обрели свою силу да то есть через проработку вы обрели свою силу то вы как будто бы нашли, если вы женщина, нашли свою женскую энергию. То есть вот именно... Может быть, вы не принимали здесь свою иньскую сторону, да? То есть сторону мягкости, принятия, сторона какой-то вот выражения именно любви, чувственности, выражения желаний. Здесь вот эту часть вы как будто бы не принимали. Поэтому, скорее всего, во взаимоотношениях, особенно если вы женщина, да, вы как будто бы с мужчинами здесь воевали, как-то доказывали, говорили, что им нужно сделать, как им нужно сделать, да? То есть некий контроль, все время хотели доминировать. Почему? Потому что вот мужская часть активная, она была очень ярко выражена у вас, а женская не было. А здесь как будто бы вы проработали через... Я не знаю, как именно, но здесь человек, который обрел именно свою силу. Возможно, вы поняли, приняли наконец-таки свою женщину внутри себя. И как-то, знаете, здесь вот идет принятие, да, то есть нашли как будто бы какой-то смысл, да, именно ценность в том, что вы являетесь женщиной. То есть как можно управлять вот именно инской стороной, пассивностью, да, находиться в наблюдении, находиться в принятии, быть более мягкой, быть более гибкой, мудрой. То есть вот эту вот часть в себе вы проработали. Я поэтому сказала, здесь что-то с родителями у вас не было какого-то принятия, возможно, с мамой, да. Вот, а теперь вы это проработали. Еще, каким образом вы тут это проработали? Жизненная миссия. Знаете, вот у меня такое ощущение, что мне не показывают, каким образом, а мне показывают ваши перспективы, которые открылись, да, что у вас появилась вот эта женская сила, которая умеет укращать свои мужские какие-то качества, да. И вот в новом, в новом облике, да, вот вы, новое, новое вы, здесь открывается для вас какой-то новый путь. Вот эта вот жизненная миссия, о чем она? Вдохновение. Здесь как будто бы открывается для вас какой-то новый путь. Причем новый путь, он, опять-таки, он идет через наполненность. У нас здесь была бедность, а появилось вдохновение через наполненность, через состояние, вот именно, я не знаю, как иначе заменить слово целостность. Наполненность. Вот идет наполненность, да. Когда вам хорошо, когда идут такие состояния приятные, когда вы, знаете, человек, который нашел свое место. Вот потому что появилась вот эта целостность, и здесь идет такое ощущение, что вот я нашел свое место, я теперь, ну, условно говоря, работаю, занимаюсь той деятельностью, которая меня наполняет, той деятельностью, когда я могу быть полезной другому человеку. Здесь не идет через борьбу, да, я хочу, я вот продавливаю, я это получу, а это идет как-то, вы знаете, через служение, через желание, через желание что-то отдавать. Не брать, а отдавать. И сразу здесь выходит карта, которая называется наделение властью. То есть сценарий негативный был, борьба за власть, вы боролись, да, кто будет доминировать. А сейчас ваши энергии поменялись, и у вас появилось вот позитивный вот этот сценарий, да, который наделяет вас властью. То есть когда вы начинаете что-то отдавать, вы чувствуете себя более как-то уверенно, более сильным, что ли, человеком. То есть когда вы что-то даете, необходимое другим людям, да, вот эта вот миссия как раз-таки заключалась в этом. Когда вы что-то передаете, то есть здесь, я не знаю, может быть какие-то знания, может быть какая-то информация, может быть просто поддержать другого человека. Может быть дать им то, каждому человеку что-то необходимо. Кому-то необходимо внимание, кому-то необходима любовь, кому-то не хватает там поддержки. То есть здесь такое ощущение, когда вы научились отдавать, да, Именно вот эти энергии свои мужские направлять в позитивном ключе. Не принимать, а отдавать. Но отдавать это вот с удовольствием. Здесь как будто бы у вас появилась вот эта власть, у вас появилась сила. Вы получили, получается наоборот, не получили, а получаете до сих пор какое-то удовлетворение от того, что вы отдаете. Но отдаете вы уже не из позиции бедности, а наоборот, из позиции наполненности. Здесь вы как будто бы, я не знаю, раскрыли в себе какую-то любовь, что ли. Что-то осознали, что вы здесь осознали. Ну-ка давайте посмотрим, что-то вы здесь осознали и начали действовать по-другому. И сразу здесь картинка сменилась. Ока справедливости, да. Вы как будто бы увидели какую-то правду, какую-то правду через двойку пендаклей, через то, как удержать баланс. Именно вот этот вот баланс между брать и отдавать, вы его в себе как будто бы смогли уравновесить. То есть вы поняли, что значит брать, что значит отдавать. Вы как будто бы этот урок прошли. Урок прошли, да, и это девятка кубков, и это приносит вам удовольствие. Причем смотрите, возможно, раньше, когда была вот эта вот внутренняя духовная бедность, да, вы требовали от других людей. То есть каким образом? Вы не говорили, ты мне там должен, да, а вы как будто бы занимались каким-то нравоучением по отношению к другим людям, тем самым показывая, что вот, я не знаю, ты ведешь себя не так, либо ты там что-то делаешь не так, да, через претензии. И возвышаясь над другим человеком, вы от этого получали удовольствие. Но это было какое-то кратковременное, и вам все время почему-то хотелось изменить других людей. Потому что на самом деле была необходимость изменить себя. Да, и вот, возможно, в какой-то момент к вам пришло вот эта вот сила, вот это осознание, какая-то информация, да, о том, что если ты хочешь, ну, условно говоря, здесь как будто бы речь идет через отношения. Если ты хочешь иметь власть над другим человеком, в кавычках власть, либо даже напрямую, ты должна, либо ты должен измениться сам. То есть, меняя что-то в себе, ты как будто бы имеешь власть, но не напрямую, а косвенно, на другим человеком. Допустим, там, становясь добрее, другой человек, ощущая вот это вот до борту свет, излучаемый тобой, он как будто бы начинает тянуться на этот свет. То есть, здесь идет энергия, что-то такое. То есть, вы начали в себе менять, и вот эта вот бедность, она превратилась, наоборот, в богатство и в изобилие. Да, то есть, вы, наконец-таки, поняли, что у вас нету этого дефицита, что это была какая-то иллюзия, либо вы этот дефицит сами себе заполнили, дали. И вот сейчас как-то вот этот вот ваш баланс между братья давать, он выровнялся, да, здесь по справедливости, что-то такое случилось, и вы сейчас находитесь в том этапе, когда вы получаете удовольствие. Даже больше удовольствия приносит тот момент, когда вы отдаете, когда вы служите другому человеку, служите в контексте того, что вот, как мы говорим, безусловная любовь, да, когда я люблю, без каких-то условий, без каких-то желаний, да, что-то получить взамен. Вот, и здесь вот это вот служение, оно такое, да, то есть, возможно, я не знаю, вы кому-то там помогаете перейти через дорогу не для того, чтобы вам сказали спасибо, а потому что вы так хотите, потому что вам это нравится. Не знаю, кому-то помочь донести сетки до дома. Вы это делаете, потому что, ну, не знаю, вас это каким-то образом наполняет. То есть, здесь прослужение, оно в таком роде, когда вы что-то бескорыстное делаете для другого человека и делаете это от чистого сердца, не для того, чтобы что-то получить взамен, да, здесь нету умысла. Здесь могу предположить, что вы начали многое что-то делать для других людей. Да, и тем самым вот вы свою нищету, пятерку педаклей, начали прорабатывать. То есть вы как будто бы поняли смысл того, что когда ты что-то начинаешь делать для другого человека, это как будто бы как бумеранг возвращается к тебе, да, вот это вот добро, да, добро приумножается и возвращается к тебе. Но вы не делаете здесь с умыслом, чтобы это к вам вернулось. Вы просто как будто бы увидели, насколько кайфово что-то делать, хорошее, да, творить какое-то добро не потому, что она потом к вам вернется, а потому что когда вы это делаете, вы, ваша жизнь меняется, да. То есть если здесь можно сказать, какая-то вторичная выгода, если от этого и есть, то эта вторичная выгода, она связана с тем, что ваша жизнь меняется в лучшую сторону. И вы это видите, и вы от этого получаете удовольствие. Не от людей, а от того, что в вашей жизни что-то происходит по-другому. Я не знаю, может быть неожиданно решаются какие-то задачи, получаете какую-то поддержку, новости какие-то позитивные приходят, там не знаю, сложные ситуации как-то сами собой разрешаются. Вы как будто бы увидели, уловили вот эту вот ниточку и понимаете, что окей, значит я должна отдавать. Здесь почему-то акцент идет на отдавать, не на брать, а на отдавать. Но при этом именно вот в этом контексте у вас идет баланс. Возможно раньше вам казалось, что вы отдавали, но на самом деле такого не было. То есть здесь отдача идет эмоциональная, здесь не в финансах, а вот именно в эмоциях как-то. Да, вот аркан стойкости появился. И вы как будто бы тем самым поняли и осознали свою ценность. По королеве Педакли вы ощутили свое внутреннее богатство, понимаете. Я не знаю, как здесь. Здесь нету... Здесь нет какого-то алгоритма, да, который бы вы делали. Вы здесь как-то изнутри просто поменялись. Это может быть чисто интуитивно. Здесь может быть чисто случайно. То есть я не вижу, чтобы были какие-то целенаправленные действия на то, чтобы себя изменить. Вы просто как-то расслабились и начали поступать по-другому. Не знаю, может быть читали какую-то литературу, и это навело вас на какие-то мысли, и вы решили попробовать по-другому. Но здесь действительно вы изменились, да. Это королева Педакли, это женщина, которая стала, знаете, во-первых, вы стали заботиться о себе больше, вы стали любить себя больше в первую очередь. Да, вот я говорю, вот эти вот потребности, которые у вас здесь были по аркану, бедности и ненависти. То есть вы себя ненавидели. Здесь нету по отношению к кому-то именно к себе. Конечно, слово ненависть, да, это слишком такое громко сказано. Кто-то может сказать, да, это слишком громко сказано. Но так аркан просто называется. Вот. Я его, я бы сказала так, здесь идет просто неприязнь, да, неприязнь. И вот когда я чем-то неудовлетворен, я начинаю, значит, всех пилить, всех ненавидеть, там, на всех кричать, всех продавливать. Вот свое неудовлетворение показывать другим. И причина была как раз-таки вот в этой бедности, в эмоциональной бедности, да, что вот вам чего-то не хватало внутри. Еще раз повторюсь, может касаться там любви, может касаться внимания, может касаться понимания, может просто теплоты какой-то, да, внешности, ласки. У каждого это что-то свое, да, какое-то состояние. И вот когда вы в себе это состояние, здесь такое, знаете, чувство, что требовали, требовали, а другие в конечном итоге поняли, что если вы сами себе это не дадите, вам никто это не даст. Вы начали раскрывать, раскрывать в себе вот этого вот короля кубков, вот эту вот любовь, теплоту. Я могу сказать, что вы как-то к себе стали относиться по-другому, стали больше замечать хорошие качества в себе, да, где-то относиться с пониманием, с терпением, уделять внимание, не знаю, может быть, внешнему виду, может быть, больше заботиться о себе, покупать себе какую-то одежду. То есть вот здесь речь идет именно о каких-то таких моментах, что вы изменились. Здесь человек, который научился укращать свои страхи, да, то есть, да, бывают моменты, когда вам страшно, но вы даже вот к этому страху вы относитесь с любовью, да, с пониманием, что да, я признаю, да, уже нету такого нет, я ничего не боюсь, да, либо нет, у меня нет этих страхов, то есть нет вот этого вот отрицания. Есть принятие, здесь есть теплота, здесь есть забота, здесь есть преданность самой себе, да, то есть здесь вот как будто бы, знаете, вот еще раз скажу, вы себя полюбили, полюбили себя и начали уважительно относиться к себе, да, вот как-то с пониманием. И отсюда сразу вот эта вот ваша бедность, она трансформировалась, да, и у вас появилось вот это вот вдохновение, вдохновение, то есть вы как будто бы словили тот момент, что когда вы что-то делаете для других, когда вот вам что-то хочется, я не знаю, вам хочется любви, и вы начинаете больше любить другого человека, вам хочется, например, там, я не знаю, внимания, и вы больше внимания уделяете другим людям, не всем, а тем, кому это действительно нужно, да, либо видите, например, что человеку нужно, не знаю, какое-то доброе слово, поддержка, и вы это даете, то есть здесь человек начинает отдавать, отдавать то, что нужно людям, да, не то, что вы хотите дать, а то, что нужно людям. Здесь вот какое-то вдохновение, какой-то инсайт у вас произошел, да, то есть в голове, вот, и возможно, кто-то из вас в этом нашел свою жизненную миссию, то есть смысл жизни, да, в том, что, а на самом деле же классно, здорово, да, когда, вот, я нахожусь в таких энергиях отдачи, служения, и мне хорошо, и людям хорошо, и моя жизнь плюс ко всему, то есть помимо того, что внутри меня, да, как человеку мне хорошо, во внешнем мире моя жизнь меняется, она как будто бы налаживается сама собой, то есть чем больше я становлюсь в светлее, добрее, тем лучше моя жизнь налаживается, поэтому здесь появился аркан наделения власти, здесь у нас была борьба за власть, да, то есть я хотела что-то брать, 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 а здесь вы наоборот даете, 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 и чем больше вы даете, то есть сказать, от вас не убудет, да, наоборот, прибывает, но вы даже и не смотрите в этом ключе, о том, что вот, допустим, я что-то отдаю и жду взамен, нет, нет, вам это приятно, вам это приятно, и поэтому вы изменились и стали королевой педагогой. Вот об этом был сегодня наш поток с вами. Очень-очень хорошо. У меня такое ощущение, что долгое время, да, у вас эти ваши сценарии, они не прорабатывались, а потом что-то, да, какое-то волшебство случилось, и накрыло вас вот это вдохновение, да, и вы наконец-таки поняли, словили эту волну, и сначала вы пошли интуитивно, да, то есть начали что-то делать интуитивно, и потом уже, возможно, сделали какие-то выводы и наметили для себя какую-то вот, какую-то модель, да, новую модель, что вот я буду теперь вот так поступать, потому что это работает, это хорошо, этого блага и мне, и этого блага другим людям. И вот эту вот модель вы сейчас используете, и благодаря этому меняется все ваше пространство. И знаете, как оно меняется? Ну вот счастье, да, аркан счастья выпал, да, вы идете в сторону счастья. Почему? Потому что, ну, вы себе позволили, да, то есть человек, который наполненный, человек, который счастливый изнутри, он это счастье будет замечать вовне. Так, вот такая у меня была первая позиция, намного лучше, чем расклад про то, как человек теряет смысл в жизни, вот, значит, позиция номер два, красненький камешек, двоечки, смотрим, 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 что мы здесь будем смотреть. Так, мы посмотрим, наверное, так же, как и в первом варианте, какие негативные сценарии, какие негативные сценарии вы проработали, да, что вы здесь проработали, потому что обычно мы смотрим, что надо работать. Поэтому сегодня у нас поток, проток, про то, что вы проработали, что вы в себе изменили. Маленький мальчик, он, кстати, всегда этот аркан выпадает на вторую позицию, раньше, когда я работала с этой колодой, очень часто выпадал. Маленький мальчик, это про необходимость быть под защитой, про то, когда человек не верит сам в себя, и он как будто бы, знаете, как-то законсервированный, хочется сказать, в каком-то определенном возрасте, вот он как-то застрял и не растет дальше, не развивается. И есть такое внутреннее ощущение, что я еще совсем маленький, я недостаточно хорош в контексте того, что я не могу это сделать, у меня нет способности, потому что я еще не дорос, мне еще чего-то не хватает. И я здесь очень ярко выражена нужда в заботе, чтобы кто-то о вас позаботился, чтобы кто-то вас взял за ручку и повел туда, куда необходимо. Что еще здесь проработано? Жалобы. Молодцы. Ну, я, в принципе, это и видела, да, и в других раскладах, что двойки очень сильно выросли, прям очень сильно выросли. И жадность, да, жадность здесь выпала. Значит, жалобы, вот это вот бесконечное какое-то неудовлетворение с собой, какое-то вот, знаете, нытье, но оно в контексте чего? В контексте того, что вот не хватает вот этого вот внимания, не хватает заботы, не хватает внимания. И отсюда вот какая-то заниженная самооценка, и человек чувствует, что я сам не справлюсь, да, я сам не справлюсь, я не могу. Здесь вот это вот, как я уже сказала в самом начале, да, чувство от того, что я не верю в себя. Вы как будто бы себя видели еще маленьким ребенком, да, не выросшим. Вот, и, ну, бывали такие моменты, когда была такая необходимость, ну, кому-то поплакаться. Вот есть вот эта вот потребность в защите, да, то есть вот я скажу, да, о своей боли, и вот кто-то решит за меня мою задачу, да, то есть нежелание здесь брать ответственность, да, за свою жизнь, то есть нежелание взрослеть. В чем здесь говорит аркан жадности? Здесь не эмоциональная жадность и не финансовая жадность, а здесь как будто, вы знаете, что-то вы здесь не показывали другим людям, что именно, что именно вы здесь не показывали. Ну, вот это вот бесконечные слезы свои, да, пятерка кубков утраты, никому не покажу, да, никому не покажу, потому что в какой-то степени я не хочу, чтобы это заканчивалось. Здесь такое чувство, что вот если я буду показывать свои слезы, да, то найдутся люди, которые найдут мне решение этой задачи, и тогда я не буду плакать. А у меня есть вот выгода вот в том, чтобы вот эти вот, видите, жалоба, маленький мальчик, пятерка кубков, была какая-то вот потребность в том, что, ну, ныть, поныть, да, есть такое, есть такое поныть, посокрушаться о том, что вот ничего не получается, да. Я все пробую, да, я за все хватаюсь, а у меня это не получается, да. То есть не было вот этой, знаете, как-то желания взять, стать более решительным, да, что-то изменить. То есть вот вы больше акцент делали на свое какое-то неудовлетворение, что вот у меня не получается, что я что-то там потерял, что теперь это не вернется, и мне страшно, и я не знаю, как быть, и чувство вины, и вот эти вот оправдания бесконечные. И не было желания поставить точку на этом, да. Потому что вам казалось, что это вот, ну, это же правда, это же про меня, я же так живу. Но вот здесь вот проходит вторичная выгода в том, что вам нравилось жить так, да, потому что в этом была какая-то выгода, люди на вас обращали внимание, кто-то помогал. То есть вы как-то косвенно свои потребности покрывали вот эту вот потребность во внимании, да, потребность в какой-то заботе. Вот, а потом произошло то, что вы осознали, возможно, и даже через расклады, о том, что нужно брать ответственность за себя, да, то есть это ваша жизнь, вам решать, как вам жить. Если что-то не получается, значит, надо менять. Не получается, раз, поменяйте тактику, поменяйте подход, и так далее, и так далее. То есть вы как будто бы здесь постепенно-постепенно начали расти. И во что вы выросли, да, то есть у нас же все-таки вопрос был, что вы изменили в себе? Что вы изменили в себе? Так, давайте посмотрим, да, во что это перерошло. Вот это вот незащищенность, да. Маленький мальчик, во что он перерос, да, ребенок, который нуждается в какой-то своей защите. Органы рождения. Вот смотрите, вы родились, вы родились как будто бы заново. Божий учитель, о чем он здесь нам говорит, Божий учитель, о свободе. А вы как будто бы здесь, знаете, вкусили, хочется сказать, вкусили вкус, да, масло масляное, но все же оно так. Так, вкусили вкус свободы, то есть когда я ни от кого не завишу, то есть маленькие дети, они зависят от кого-то, да, и все время нуждаются в родителях, чтобы они там шнурки завязали, подгузники поменяли, наркомили, напоили, да, вот. И в какой-то момент, возможно, вы осознали, что если я хочу быть свободной, да, то на самом деле я должна самостоятельно принимать решение. Ведь это хорошо, да, когда ты сам выбираешь, куда тебе пойти, что тебе поесть, да, с кем там общаться, что смотреть, что слушать, чем заниматься и так далее, и так далее. Здесь вот как будто бы человек, да, вкусил, вкусил вот это вот чувство свободы, да, как здорово оказывается, когда ты взрослый человек. Я не знаю, что у вас здесь произошло, то есть, ну, что послужило именно вот этому моменту взросления, но к вам прошло понимание того, что быть взрослым на самом деле тоже выгодно, да, то есть не только быть ребенком, а еще и взрослым. Это дает некую такую свободу. И как трансформировались ваши жалобы в настоящую любовь, да, здесь вы как будто бы поняли, а что такое настоящая любовь, да, с чем она связана здесь. С чем она связана освобождение. Вот видите, вы как будто бы освободились, возможно, здесь какие-то отношения разрушились, да, то есть когда вы вырастаете и становитесь ответственными, когда вы становитесь более решительными, да, у вас появляется вот это вот чувство свободы, которое придало вам уверенность и силы, и, возможно, вы разорвали какие-то отношения, в которых вот все время вы чувствовали недостаток, да, что вот какие-то, ну, то, что постоянно жаловались, возможно, своему партнеру, что ты не уделяешь мне внимания, либо не хватает денег, либо мы никуда не ходим, либо ты перестал меня обнимать, перестал обращать на меня внимание, как-то там, я не знаю, куда-то вместе ходить. То есть вот эти вот жалобы, жалобы, жалобы бесконечные. В какой-то момент, когда вы переродились и поняли, насколько хорошо быть независимым человеком, да, то есть взрослым человеком, который сам решает, я не знаю, может быть, нашли такую работу, да, и почувствовали какую-то уверенность, что теперь я не завишу от другого человека, у меня есть свои финансы, я сама могу решать, куда мне пойти, что мне делать. А здесь, возможно, произошел какой-то разрыв с партнером прошлым, и если бы раньше у вас было как по пятерке кубка, вы бы плакали, переживали, чувствовали вины, что, возможно, я что-то не так делаю, да, то сейчас этому пришел конец, и вы, наконец-таки, полюбили себя. Вот настоящая любовь здесь, скорее всего, идет по отношению к самому себе. То есть у человека произошло освобождение. Отчего вы тут освободились? Ну, вы поняли смысл жизни, да, что смысл жизни, люди приходят, уходят, да, то есть если кто-то ушел, значит, кто-то еще лучше придет. Зачем зацикливаться? Вот это как раз взрослая позиция, когда человек выбирает, окей, мне с этим человеком было не по пути, мы его поблагодарили за уроки и пошли дальше. Без того, что держим какие-то обиды, да, либо, там, я не знаю, разочарования, без каких-либо негативных эмоций. Вспоминаем что-то хорошее, благодарим и идем дальше. Вот, и здесь у вас произошло, вот не случайно, смотрите, карты, которые говорят о рождении чего-то нового. Аркан рождения, скан освобождения, аркан свободы, приключения. То есть что-то новое, да, что-то новое у вас родилось. А вот касательно жадности, здесь, возможно, кто-то из вас, да, приятный сюрприз, открыл в себе какие-то способности, да, рай на земле. Способность, которая помогла вам ощутить, вот именно в моменте здесь и сейчас, что вы действительно нужны. Здесь вы открыли в себе какую-то свою уникальность. Может быть, знаете как, стали замечать в себе, что хорошо, что, допустим, я не знаю, если я такая-то фантазерка, да, что это тоже очень хорошо для меня, да. Если раньше, допустим, меня кто-то осуждал, что я там летаю в облаках, оказалось это классно и здорово, да, иметь воображение, да, фантазию, представление. Я это могу куда-то реализовать, да, там, например, стать дизайнером одежды, придумывать какие-то вот необычные луки какие-нибудь, да, либо, например, там рисовать какие-нибудь эмоджи, иконки, да, вот что-то такое. То есть свое фантазерство, свою вот эту вот фишку, которую, возможно, раньше уникальность вы не принимали, а тут вы ее приняли и направили вот куда-то в нужное русло, да, и заметили, что оказывается, как хорошо, здорово. Может быть, к вам даже и люди потянулись. То есть здесь вы как будто бы увидели свой какой-то дар, свою какую-то уникальность. И эта уникальность, она вас привела как раз к краю на земле. То есть вы поняли, что как хорошо, может быть, для кого-то вообще вы поняли, как хорошо любить себя, да, что вот настоящая любовь – это любовь к себе, да, в первую очередь. И потом она уже будет отражаться во внешнем мире. Да, вы какую-то победу здесь одержали. Я спрашиваю, что здесь за сюрприз? Какую-то победу, да, победу. Что-то вы в себе открыли, какую-то тантрическая сила называется, да. Не знаю, что-то здесь связано с любовью, что-то связано с фантазиями, что-то такое вот вы в себе открыли. Не знаю, может быть, какие-нибудь практики начали делать. А внизу партнерство. Здесь парность. Здесь о какой-то парности идет речь. Может быть, появился какой-то человек, который вам начал давать это внимание, любовь, и вы поняли, увидели через него, как-то повзрослели. И поняли, что на самом деле не все так плохо, как казалось до этого, да. То есть этот человек вам помог здесь. Может быть, человек какой-то. Но не обязательно. Это любовная сфера, да. Здесь может быть какой-то учитель. Какой-то учитель. То есть человек, который выступает в роли учителя. И вы видели, как хорошо, как классно. Как классно, и вы поменялись. Вы поменялись, и вам это нравится. И к чему вас это все привело, да. Ну, вы стали над этим работать. Здесь произошло какое-то исцеление, да. То есть то, что было как-то заморозшим, застывшим, да, оно начало как-то развиваться. У вас появились новые какие-то идеи, мысли, которые вот вы готовы реализовать. Вы в них поверили. И вот эти вот мысли по десятке кубков, они вас наполняют. Да, здесь вы изменились. И как следствие, что-то новое вошло в вашу жизнь после того, как вы родились заново. И вот эта вот десятка кубков, она вас наполняет. Здесь какие-то новые планы, новые идеи, новые какие-то знания, что ли. Вам открыли здесь двери, которые раньше вы как будто бы и не верили, что они могут открыться. А причина заключается в том, что вы повзрослели. Вы повзрослели. Вы увидели пользу уже быть не ребенком, а пользу быть взрослым человеком. И вы вот ощутили вот эту вот свободу. Это знаете, когда подросток живет с родителями, да, он от них зависит, во сколько придет, во сколько уйдет, да, что там должен купить, дадут ли ему родители деньги или нет. А тут получается так, что, да, он как-то вырос и работает уже, да, у него есть свои свободные деньги. И он сам распоряжается своими деньгами, своей жизнью, где он жить будет, да, как он будет. То есть перед ним открываются все дороги. Хочу, иду учиться, да, хочу, иду работать, что хочу, то и дело. Вот этот вот вкус свободы, да, здесь он связан как раз с взрослением. Неважно, сколько вам лет, да, здесь вот это вот внутреннее ощущение, да, оно поспособствовало рождению. Классно, здорово. Позиция номер три. Зелененький камешек. Троечки, смотрим вас, да, что вы тут проработали. Какие сценарии вы проработали. Давно у нас не было такого расклада. В контексте свершенного уже, да, какого-то момента. Над чем вы тут трудились и что вы проработали. Ехидство, насмешки, да, насмешки, обманы какие-то, хитрости. Знаете, здесь то, что вы очень сильно хотели, и вы этого не получали, то и осознав это, да, как будто поняв, что я не буду иметь вот то, что я хочу, тогда мне это надо обесценивать. И каким образом, вот какими-то насмешками, да, то есть вот это вот какое-то такое качество у вас было. Знаете, какое-то чувство, так не достанься ты никому, да, то есть не мне, значит, никому. Вот здесь такая энергия идет. Что еще вы проработали, кошмары, да, я помню, когда на этой колоде работал, да, в третьей позиции краски выходили, вот эти вот всевозможные кошмары, бессонницы, страхи, какая-то такая, знаете, тонко-чувствительная психика, на которой вот бесконечно что-то давила, вот что-то на вас давила, какая-то сила, и отсюда у вас эти кошмары. Что еще проработали? Ну вот, сирота, да, я никому не нужна, покинутость, брошенность. Возможно, как я говорила неоднократно, по аркану сирота, мама хотела сделать, возможно, аборт, да, и вот это вот чувство ребенка, да, о том, что я никому не нужен. Почему? Потому что даже самый близкий мне человек, да, хотел лишить меня жизни, и вот это вот внутриутробное чувство покинутости, да, оно присутствует, и поэтому здесь вот это вот чувство, я никуда, я не могу найти свое место, да, вот я шатаюсь по этому миру туда-сюда, и меня как будто бы одолевают эти кошмары, и я не могу понять, кто я, и зачем я вообще тут, не в плане философии, а в плане того, что вот, ну, покинут, и у меня нету как будто бы корней, да, меня здесь ничего не держит, то есть в любой момент, если мне сказали, прилетят инопланетяне, заберут, да, то я бы согласился, допустим, с удовольствием, потому что меня ничего не держит в этом мире, да, то есть нету, нету ценностей, да, которые бы меня держали, нету корней. Вот здесь вот желание, возможно, так создать семью, да, пустить куда-то корни, может быть, желание построить дом, ну, вот, либо, наоборот, любовь работать, копаться как-то в земле, потому что вот есть вот эта вот потребность в корнях, в корнях, либо, знаете, поиск, ну, если, допустим, вы выросли в детдоме, вот этот вот поиск, кто мои родители, да, биологические, потому что есть вот эта вот потребность ощутить, что я не одинок, что я не покину, а здесь, может быть, даже и сценарий, когда вас оставляли, вас бросали уже в взрослой жизни, да, и вот это вот чувство ни к селу, ни к городу, вот я везде ни к селу, ни к городу, и отсюда вот это ехидство, да, над смеханием над собой, над другими, то есть вот свою какую-то боль, вот это одиночество, да, покрывали каким-то очень тонким юмором, да, над смешками, с сарказмом над другими людьми, но вот здесь вот эти вот ночные кошмары, да, когда вы зовете, и на помощь никто не приходит, либо вас куда-то там утягивает кто-то, да, утаскивает, и вы цепляетесь за что-то, и не можете, ну, освободиться, не можете освободиться. Вот этот сценарий очень болезненный, я помню его, да, я помню вот кошмар 100%, я помню, вы это проработали. А каким образом, да, каким образом вы это проработали? На самом деле это вот прям, ну, сильный такой, понимаете, урок. Как это быть, ни к чему не привязываться. С другой стороны, знаете, здесь и не идет построение отношений тоже, да, то есть если я никому не принадлежу, то внутри есть потребность, да, создания семьи, а внешне я не могу. Почему? Потому что я боюсь, что ты меня тоже бросишь, поэтому я не буду к тебе привязываться. А если я не буду к тебе привязываться, я не буду к тебе открываться. Я буду избегать, да, как только я буду чувствовать, что у нас появляется какая-то близость, как душевная, да, какая-то связь, я буду избегать, а внутри потребность именно создания семьи. поэтому здесь могут не складываться отношения так что давайте сразу с этой сироты мы посмотрим как вы ее проработали предназначение а вы проработали через профессиональную сферу да вы как будто бы сделали смыслом жизни помогать другим людям в этом в этом плане и когда вы начали помогать другим вы проработали это себя в себе да то есть я помню неоднократно говорю тройкам что вот вашем формате да вам не подойдет какая-то помощь самим себе я уже говорил о том что вам в каких-то других раскладах я точно помню это по этой позиции я говорил о том что вот те советы которые вы даете другим людям если вы будете применять к себе они не будут работать то есть вы как будто бы себя можете прорабатывать только через других людей но здесь вот как раз ки такой пример да что возможно вы работаете в взаимоотношениях между мужчиной и женщиной да то есть помогаете найти что-то общее до либо помогаете каким каким то просто место семейный психолог до либо адвокат то есть помогаете в парам а быть вместе да либо не знаю как то помогаете мигрантам может быть вернуться на родину да не куда-то уехать а именно вернуться на родину то есть вот все что связано с этими моментами то есть через свою 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 профессию дам вы помогаете другим людям и тем самым прорабатываете вот именно именно себя твои семьями как-то работаете если это не профессиональная помощь что это возможно как хобби то здесь вот через через пред назначение ангел когда вы кого-то защищаете да когда вы о ком-то заботитесь то есть то что вам не хватает вы как будто бы через а отдаете это другим людям и тем самым это прорабатывайте в себе благодарность через благодарность тоже когда вы благодарите что вот вообще за все что вашей жизни есть за то что я проснулся за то что солнышко свете за то что есть еда за то что есть кровать на которой можно спать за то что есть крыша над головой да там все удобства цивилизации и так далее и так далее вот через благодарность через мы не знаю может быть молитвы как-то ангелам взаимодействия до просьбы к ангелам может быть здесь такое знаете чувство что я может быть на земле у меня нету близкого человека да но у меня есть вот высшие силы и вот вы как будто бы туда изливаете свою боль и вот это у вас есть вот это чувство что я не одинок что меня виду да возможно на земле нет такого близкого родного человека но это человек есть на тонком плане в виде ангельской какой-то помощи здесь об этом идет речь хорошо кошмары как вы прорабатываете либо проработали так духовная одессия одессия лвисея лвисея путешествие путешествие здесь может быть через медитации через какие-то расслабления либо через какие-то практики которые помогают вам открытие третьего глаза до либо иные взгляды именно через изменения ваших вашего сознания то есть вы как-то открываете открываете свое сознание здесь вот про это а еще как единство через единство почему так интересно вот я вам покажу карты не знаю насколько вам будет видно вот духовная одессия либо одессия не знаю как правильно по-русски да то что это греческое слово висе в общем смысл да здесь девушка изображена и два дельфина и внутри вот треугольник и я дополню вытаскивать дополнительную карту единство да здесь мы опять таки видим золотое сечение девушку и опять таки 22 дельфина то есть кошмар здесь о чем речь идет о том что кошмары приходит вашу жизнь когда вы как раз таки вот видите вот это вот разделение на что нету единства в моей душе что нету человека да вот с кем с кем есть какая-то близость с кем я могу почувствовать вот это вот единение отсюда эти кошмары когда я меняю свое сознание я понимаю что я не одинок что есть вот как минимум есть ангелы есть силы которые меня оберегают либо когда есть вот это вот чувство что мы все взаимодействуем друг с другом да вот есть единство не скорее всего какие-то практики либо и прочтение каких-то книг да либо какие-то практики вам помогает но не направлены на единение не разделение потому что разделение нашего ума на вот как разки приводит кошмаром а здесь наоборот к объединению а по поводу ехидство да вот вот этих вот надсмешек того что ну я не имею поэтому и никто не должен иметь здесь опять какая-то боль вот идет какая-то боль от этих арканов и это прорабатываете через дружбу до через то что учитесь учитесь дружить хотя я помню что у троечек очень много предатель было в контексте дружбы но в любом случае здесь что-то должно измениться на что-то изменилось то есть когда вы вот опять таки смотрите дружба здесь идет в контексте поддержки в контексте не знаю есть блатное слово до крышевания вот когда вас крышует какая когда вас оберегает когда когда вы ходите вот под защитой до другого человека здесь вы кому-то вы учитесь еще и дружить потому что дружба это доверие на у вас есть этот страх что вот я приблизился меня предадут здесь вот как раз ки идет это исцеление в дружбе вы исцеляетесь вы учитесь дружить учитесь дружить дружба вам поможет исцелиться служение на причем бескорыстная какая-то дружба может быть в этой дружбе вы больше отдаете чем получаете и и так должно быть вот вашем случае именно так должно быть хорошо что еще не здесь потоки карты скажут вот по поводу того что вы исцелили ну молодцы молодцы на самом деле молодцы что еще надо здесь знать вот десятка пендаклей семья и выпадает что по поводу этой семьи четверка мечей вот как раз ки духовный аркан четверка мечей говорит о том что я отстраняюсь от решения своих задач и передаю передаю решение то есть я сдаюсь в некоторой степени да и передаю высшим силам то есть я как это сказать я я не настолько гордый в плане того что вот я могу брать на себя ответственность и говорить что вот я за все я все могу решить то есть осознание того что есть что-то большее в этом мире что-то в сильнее чем вы да что может повлиять здесь вот как будто бы не знаю может быть действительно у кого-то идут молитвы а может кто-то здесь просто контактирует с силами до высокого порядка которые вот как-то вас ведут то есть вы как будто бы здесь отдаете образы какой-то трудной сложной ситуации в руки высших сил да и вот аркан суда и выпадает а то здесь знаете возможно вас нужно было действительно каким-то образом разгрузить дам если вы брали очень много на себя ответственности почему потому что опять же таки ну не приучены к тому чтобы кто-то вам помогал да все сами все сами а здесь как будто бы уже устали и появляется вот это вот чувство что все я уже больше не могу ладно ты решать на ты это вот там к небесам обращение к небесам и не писать здесь действительно вам помогают высшую суда здесь идут перемены перемены вашей жизни вот по поводу семерки мечей и хитрости того как вы ранее взаимодействовали с людьми но здесь вот это вот хитрость она была связана с вашей болью вот с вашей раной вы вынуждены как будто бы были как-то защищаться до от этого мира то есть здесь был здесь был страх а что сейчас появилась а сейчас десятка мечей вы вы изменились вы изменились королева кубка вы уже понимаете что где-то где-то да и король пендакли что возможно кто-то здесь нашел себе покровителю дату с человека который вам действительно помогает человек который вас стабилизирует который дает вам вот это вот чувство безопасности неважно в какой роли этот человек там мужчин он или женщина имеет значение дает вам какую-то фундаменту дает вам какую-то основу то есть здесь человек он на самом деле для вас как будто бы является учителем он вас учит как вам быть в материальном мире что иногда можно передать ответственность иногда вам можно расслабиться он учит вас идти в будущее выбирать все время движение в сторону победы сторону победы да вот в сторону стабильности короля императора возможно человек да то есть это если вы женщина дату это ваша пара да допустим либо если это не пара то это обязательно какой-то человек который вам помогает как-то разобраться в этом мире то есть вот какой-то некий покровитель я не случайно сказал он может быть действительно другом для вас который помогает вам заново выстроить свой мир на свою стабильность выбор аркан преданности да то что я и говорила ранее страха предательства да у вас особенно в друзьях есть а здесь вот вот вы меняете вот это и есть показатель того что вы заново во первых вы научаетесь выбирать правильно для себя людей с которыми дружить да здесь люди они как будто бы с которым вы дружите они старше вас люди повидавшие люди мудрые люди которые действительно могут быть вам помощником опоры и преданы вот смотрите как интересно да здесь выпал аркан преданности аркан близости то есть то чего вы боялись по аркану сироты то что я говорила близости близости с людьми потому что как вот этой вот привязанности да сейчас вот этому как раз таки вы и учитесь быть преданными своим каким-то ценностям быть преданным своим идеям то есть в плане того что знаете как-то не прислушиваться к мнению другим люди других людей которые могут вам как-то завидовать могут вам навразить как было ранее да а здесь вы преданы себе вы преданы дружбы вы преданы тем людям которых вы выбираете не которые с вами случается которых вы действительно выбираете проверяете и вот вы здесь впервые пробуете вот эту вот близость душевную близость кому-то вы тут открываетесь и вот получается чудо да выпал аркан чудо чудо что здесь за чудо это божественная милость которая вам дается до через красивую жизнь через богатую изобильную красивую жизнь и вы выходите победителем сияющая звездой на вы вот здесь как будто бы знаете вас настигает какое-то счастье мне хочется сказать счастье как то так какой-то такой теплый теплый расклад и третья позиция все замечательно изначально был была заявлена тема мною жизнь потеряла всякий смысл да как быть но вот оказывается хорошо что я не стала делать этот расклад а то что я сделала это вот на мой взгляд намного намного лучше что ли намного теплее вот этот расклад я увидела тут я делал там три-четыре попытки все никак не могла записать но в любом случае на этом я с вами прощаюсь напоминаю про блиц консультации все необходимые ссылки на плейлисты на сообщество на мой второй канал на мои услуги есть под любым моим роликом а я благодарю вас за внимание за ваши комментарии за вашу доброту за вашу преданность открытость вашу верность с ваше уважение ну и конечно же за лайки до следующей недели всем пока пока